всем привет с вами сергей проект по а я вернулся к чтению о попаданцах да мне этот жанр интересен не напряжно но есть интересные факты есть интересные истории приключения есть интересные эпохи поэтому я изучаю ищу русских авторов и вот мне предложили почитать цикл от валерия пылаева я смотрю в издательство аисте он сейчас выходит активно цикл который называется горчаков книгу я не прикупал еще себе сначала сначала решил послушать в аудио формате прослушал первый том уже достал себе второй и буду слушать 2 на этом на этой фразе может быть кто-то уже и скажет ну все дальше можно видео не смотреть раз ему видео понравилось зачем слушать и он там со спойлером будет но я должен немножко рассказать что за эпоха и так вместо действия романа 1967 год россия россия необычная в этот раз автор пошел необычным путем он взял до вначале описывается сцена попадания когда персонаж попадает вот в тело молодого парня но при этом описывается вот как происходит такое небольшое слияние воспоминаний при этом главное действующее лицо там от первого лица все будет вестись он молодой парнишка но при этом у него вот как раз таки он не помнит что конкретно произошло бы где в том что была авария он помчался там столе соревнований то ли гон какая-то была попал в аварию вот он очнулся его с помощью маги потому что это россия будет который будет магия его откачали и он проснулся очнулся все себя хорошо помню помню все что было раньше необычные какие-то ощущения но при этом понимаешь что у него периодически какие-то мысли нестандартные мыслить иначе чуть-чуть по-другому он изменился у него там еще как раз ментальный рисунок изменить если раньше у него способности к магии были так себе тут внезапно он может если будет заниматься очень крутым но потом впоследствии узнается что слишком поздно это все открывается это может быть чревато неконтролируемые там магической энергии прочее может быть очень вредно это все будут дальше дальше а пока вот он очнулся пытается понять где что как произошло разобраться в этих хитрых сплетениях может здесь будут интриги здесь будут дворянские рода которые будут плести интриги и соревноваться чуть ли не то тут и война даже будет между такими знатными фамилиями он будет принадлежать фамилии горчаков и вот его задача он молодой парнишка пока вот совсем эти разбирается и понимаешь что а вот у него довольно странно у него появился какой-то навык например стрельбе чему раньше не было мы понимаем что это отсылка как раз таки к тому телу которое было там раньше да вот это попадание который попал необычный ход обычно если попадание то он например вытесняет новое тело да и вот мы видим как чувак который был там не знаю опытный и мега крутой и вот он в новом теле молодому он там меняет всю историю здесь немного другой ход здесь просто как бы сделали парнишку имбой да ему добавили какие-то способности которым потихоньку будут раскрывать что вот он оказывается вот так может делать рукопашник он хороший это тоже вскроется по ходу действия что-то еще наверняка раскроется попозже но мы смотрим здесь как он у него мощный очень дед который там за за рот очень топит у него есть старшие братья и вся власть как бы у братьев и принадлежит а он был таким гулял ничем не интересовался вот только после аварии внезапно залом взялся и начал книги читать у него поинтересовался к этому интерес магию изучать и вот за и за его приключениями как он пытается разобраться в этом заговоре который тут назревает в этом мире в этих противостояниях как он вмешивается в какой-то интересный план потому что тут явно кто-то кем-то манипулирует я такое люблю читать и вообще за этим приключением было интересно смотреть концовочка мне еще порадовала который подсказал что все так просто кто же за всем этим стоит за этими всеми переворотами за этими играми сожалению да здесь будут гибнуть персонажи персонажи значимые для главного героя и он набирает мощи вот надеюсь что в последующих домах он не станет сразу мега крутой а потихонечку потихонечку будет набираться этой силы вообще сама идея вот этого мира где аристократии где немного то есть 67 год здесь и победы да интересно было что используются победы имею ввиду марку машин вот они не будут там гонять и зарубежные машины вот эти противостояния немного другое другая расстановка сил между этими империями и вот такой альтернативный мир мне это понравилось понравились вот эти приключения они такие бойко все движется все где-то действительно фартит этому главному герою то есть у него там много чего получается это предсказуемо так как в жанре знаете литрпг когда читаешь что герой так прокачивается это чувствуется здесь тоже какие такие отсылки есть она не претендует на что-то глубокое как говорю я это развлекательное чтиво который приносит удовольствие позитивные эмоции потому что ты читаешь хорошие драйвовый такой приключенческий роман в фэнтези мир да ну здесь же магия здесь как раз и он пытается разбираться и тренируется как нам там булаву использовать противостоять холодным оружием ну опять же против оружия и против пуль надо или щит делать или что-то другое может как него скоро будет уворачиваться от пуль я не знаю но пока все как-то гармонично интересно смотрелось каких-то сильных перекосов я не заметил да тут он опять же он же пацан то есть надо это понимать что не тут девушки он тут вам на одну засмотрится то на вторую засмотрится кровь кипит он там даже профессиональной соблазнительницы будет противостоять ну потому что что то в мозгу вот у него от видного того попаданца осталось что он может ему что-то изменить а попадание след а вообще все это тайна уже он так намекается что у него там какой-то то ли сознание внутри там хранится ли к тайна он пытается это вспомнить и тяжело ему переключиться на все это он год я потом с этим разберусь пока тут хватает вот этих интриг событий здесь императрица здесь заговоры здесь интересные очень и соперники и друзья дуть мощный там мощный уровень маги тут какой-то круг есть которые о какая у них способностью не нам материализоваться не могут в воздухе мне интересно как автор сможет это все раскрыть потому что пока мы только не ну мелкую такую магию видели интересно когда явно главный герой прокачается и получит доступ уже к другим там заклинаниям другим ким-то фишками думаю это будет классно поэтому я как раз уже к чтению второй книги уже и приступил и так валерий пылаев цикл горчаков первая книга называется лицеист я наверное забыл сказать про это в самом начале ну тем более было надеюсь вы досмотрели до конца и узнали как эта книга называется хотя по названию и так понятно я я всегда в названии стараюсь оставить как называется книга читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока